Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию мы представляем видео лекцию по истории Казахстана и возрождение исторического сознания. Тема сегодняшней лекции, которая представлена в плане трех пунктов. Государственная программа культурное наследие, народ потоки истории, а также вторым пунктом у нас является конфессиональная политика независимого Казахстана и программа выступления президента Дусултана Абишича Назарбаева «Семь грани великой степи». В рамках программы культурное наследие можно сказать следующее. Данная программа стартовала в 2004 году, была она рассчитана до 2011 года и важнейшими аспектами программы, как вы видите сейчас на данном слайде, является создание системы изучения национального культурного наследия, истории, философии, этнографии, языка, литературы и так далее. Все эти аспекты программы являлись приоритетом в ее развитии. Государственная программа культурного наследия планировалась реализовывать поэтапно. На данном слайде вы видите, что три этапа, которые были, в рамках которых были реализованы различные исследования, начались с 2004 года, первый этап, по 2006 год. Следующий этап у нас с 2007 по 2008 был проведен и с 2009 по 2011 год, это завершающий этап программы культурного наследия. В рамках данной программы было предусмотрено выделение значительных средств из государственного бюджета на систематизацию, сохранение и развитие культурного наследия. На первом этапе было выделено 2,7 миллиарда тенге, на втором этапе 4 миллиарда и на третьем этапе, на завершающем более 5 миллиардов тенге. На данном слайде вы видите наиболее важные археологические исследования, которые были проведены в рамках данной программы, в рамках финансирования программы культурное наследие. В республике были составлены государственные списки памятников истории и культуры, к которым вошли 218 объектов республиканского значения и 11,5 тысяч объектов местного значения. В ходе выполнения программы с 2004 года и до сегодняшнего дня проведены реставрационные работы свыше, чем более чем на 70 археологических и архитектурных памятниках, и также было проведено более 40 археологических и 26 научно-прикладных исследований. В рамках данной программы надо отметить наиболее значимые исследования, вернее реставрационные работы, извиняюсь, были проведены в городе Пальмира, в исламском государстве Сирии, мавзолея султана Бибарса. На данном слайде основные логотипы. И вот надо отметить, что одним из важнейших направлений программы является систематизация сведений, полученных в результате ее реализации и включения их в учебные программы и учебники средних и высших учебных заведений. Следующим этапом, начиная с 2004 года, стартовала еще одна программа «Народ в потоке истории». В рамках данной программы были предусмотрены основные две задачи. Это расширение горизонтов национальной истории путем введения нового корпуса источников, углубленных исследований как теоретико-методологических, так и практического характера. Формирование нового исторического сознания, мировоззрения нации путем пропаганды национальной истории, подготовки учебников и учебных пособий нового поколения. На данном слайде вы видите логотип, который являлся символом данной программы. Следующим вопросом у нас является конфессиональная политика Республики Казахстан на современном этапе. В 1992 году, после принятия независимости, был принят закон Республики Казахстан о свободе вероисповедания и религиозных объединениях, основными положениями которого является политика религиозной толерантности и уважение религиозных убеждений граждан со стороны государства. Статья 4 этого закона запрещает пропаганду религиозного экстремизма, а также совершение действий, направленных на использование межконфессиональных различий в политических целях. Далее необходимо отметить, что в Казахстане проживает более 130 этносов, в связи с чем эти этносы, можно констатировать, относятся к различным религиозным конфессиям. Поэтому, согласно переписи, самые многочисленные религиозные объединения представляют ислам, более 70% от числа всех верующих Казахстана, и православные 26%. Иудаизм и буддизм имеют примерно равное число верующих по 0,1%, а также, как говорится, остальные религии по 0,2% последователей от общего числа верующих. В 2003 году в столице Казахстана состоялся первый съезд лидеров мировых и традиционных религий. Впервые за одним столом собрались представители ислама и христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма и синтаизма. И одним из главных итогов данного съезда явилось единогласное решение участников о необходимости проводить этот форум постоянно, не реже одного раза в три года. В связи с чем в итоге в Казахстане было проведено 6 съездов мировых религий в 2003 году, как мы уже отметили, это был первый съезд, 2006-2007 и до 2018 года. Следующим вопросом, который мы должны сегодня рассмотреть, это статья экс-президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева «Семь граней Великой степи». 21 ноября 2018 года вышла статья экс-президента Нурсултана Абишевича Назарбаева «Семь граней Великой степи», основная суть которой заключается в том, что история страны и необходимость объективного понимания роли народа в глобальной истории является приоритетом. Надо отметить, что в данной статье Нурсултан Назарбаев приводит 7 основных вещей, которые, как говорится, подарила человечеству казахстанская степь. Это всадническая культура, древняя металлургия Великой степи, звериный стиль, золотой человек, колыбель тюркского мира, великий шелковый путь и Казахстан, родина яблок и тюльпанов. Здесь можно констатировать, что данная статья говорит об истории нашего народа, об истории нашей страны от, как говорится, средневековья, раннего средневековья, даже не я сказал бы, от древности до современности. Спасибо за внимание. Уважаемые слушатели, до новых встреч. Уважаемые слушатели, до новых встреч.